Кураж ТВ, Либертатиникс Примари, Кроештиц Либертати Кураж ТВ, 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 Либертати Вы спросили, а вы из Примарии получили 3 тысячи? Она говорит, нет, а я не знала. Я все, кого не спрашиваю, никто ничего не знает, ничего не знает. Нет, я был на этих сессиях и там решили, пару раз даже решилось, даже оптом там, не знаю, 8 или 6 человек там сразу им подписали, чтобы получили по 3. Когда Думбровяну начало вот это вот, то уже они начали давать понемножку. А так тихо, Шаник, то вот у меня в Бритчанах сестра, он был и вторым секретарем в райкоме партии, и Заврано, и он ничего не знал, он говорит, я ничего не знаю, мне никто ничего не говорил. И вот он был, почистил деревья, иду еще виноград почищу, и говорит мне, никто ничего не сказал. И он когда приезжал ко мне, она всегда сестра с ним в машину садилась, приезжала, а сейчас она уже даже не может в машине ехать, такая больная. Я говорю, ну вам сейчас деньги нужны, а что ты не пойдешь? Да как я пойду? Я говорю, как пойдешь? Ну вы, это же ее права, и надо идти требовать. Да, да. Хорошо, мои советы я вам уже сказал. Спасибо вам за звонок, удачи, не болейте. Спасибо, спасибо вам. Может я что-то получу, я как-то так расстроилась, пошла, я думала, вот у меня уголь кончается, еще на одной неделе, думаю, поставлю ту горелку, печку. Сейчас я боюсь, а богозавец сказал вам, мы не разрешим ее ставить в печку, потому что у вас аварийная печка. Уже за 10 лет эту печку, 4 раза мы кирпичи разбирались на кухне стенки и ставили кирпичи, и опять затягивали кафельные. А мне переделать печку надо 10 тысяч леща. А я боюсь, что в один прекрасный момент мой зять ему надоест, во сколько он сюда дает, и скажет, иди себе, я не на твоей маме женился, и оставлю цена и без детей, и без мужа была. Французы детей не дают, и придет ухаживать за мамой-калекой, и без детей. Я не хочу, тебе даже не прощу такое, что я оставлю детей без матери и без отца. Я уже как смогу, так буду. А поехать я не могу оставить так долго, его надо продать. А продать за копейки туалет там нигде не куплю. Во Франции сестра Баюрана поехала до дочек уже 6 лет, и на силу дали ей, просила статус эмигранта уже 66 лет. Видно, жительство дали, но не статус эмигранта, чтобы получала пособие. А идти на чью-то голову я не могу. Мы ходили с дочкой позапрошлый год, и сказали, что так как я инвалид первой группы, надо, чтобы было жилье на первом этаже, не на этажах, чтобы детей не было, чтобы не было шума, а спокойствия. А такое жилье надо 200 тысяч лет. Откуда я могу такое себе позволить и на ихнюю голову пойти, потому что это надо им платить, всю жизнь будут. Они так еще не кончились суду, что дом построили. Да, и вот такие дела, Валентин. Да, хорошо. Старики у нас никудышные, и это все вот эти фонды за счет Европы дали. Европа, как сказала, ваши ухаживают за нашими стариками, а ваши старики на произвол судьбы. И вот они дают, наши дети там платят налоги сумасшедшие, те, что идут работать, он живет у хозяевам, не платит ни налог, ни квартиру, ни питание. А там дочка, у нее житель уже Франции, гражданство французское, все, он долги платит. И матери ее ничего не дают. Дали домработник, в общем, сиделку, значит, официально, но на полставки. Три месяца побыла и пришли, увидели, что я на ногах, и забрали. Только лежачим. Я говорю, если я лягу, то я и так за это время, что я болею, справилась на 20 килограмм, то у меня станет 150 килограмм, меня никто не подымет. Я мало в движении. Не забрали, мне только вот что сработник приносит, вот что нужно было, звонит и приносит, и все. Но хоть приносит, приходит часто. Ну вот это, что вот пришла сегодня, принесла квитанцию, оплатила свет, телефон, газ. Он мне много хотелось оплатить услуги, потому что воздух с колодца качает, туалеты, вода смывается. Ну, как и все. Мы работаем круглосуточно, вода в доме, все, и свет, и сестра говорит, ты только в компьютере сидишь. Я говорю, если бы не компьютер, я бы с ума сошла. А так хоть какие-то новости, хоть в душу, вот дети выйдут. Ну, что делать? Я грамотный человек, все, я не какая-то простая женщина, что лягут, и буду спать. Ну, Кураж ТВ смотрите? Да, я смотрю, смотрю, вот это все, но я имею институт, закончила институт, работала, все, и никогда, вот иногда бывает, поезд, еду в Бричан, и как смотрю, вот эти все фермы, как развалили, как растянули. Я в банки ходила, проверяла, куда те деньги берут, где они ставят. Да заходили на эту ферму, как в театр. А сейчас аж душа болит, что сделали с этой страны? Как ее разрушили, как все развалили. Ужасно, ужасно, это вообще... Ужас. Ой, такое. Ну, что делать? Извините. Ничего, спасибо вам за звонок, удачи вам. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok